Первая в истории страны цифровая перепись населения началась 15 октября. Вместо бумажных анкет для неё разработаны электронные, которые переписчики заполняют на планшетах. Здравствуйте. Здравствуйте. Российская перепись населения. Хорошо. Давайте поучаствуем вместе с нами. В этот раз переписчиков узнать несложно. У них особая экипировка. Светоотражающий жилет, фирменный шарф с логотипом всероссийской переписи населения, переписная сумка, планшет, а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Перепись на дому особенно удобна людям старшего возраста. Есть пенсионеры, которые думают, что если пришла я как переписчик, я их куда-то сейчас поведу. И они очень прекрасно себя чувствуют, радуются, что им не нужно никуда не идти. И я могу их переписать лично, с их слов, что им не нужно нести какие-то документы. Кроме того, россияне могут переписаться самостоятельно на портале госуслуг. Принять участие в переписи граждане могут и на переписных участках, которые открыты по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров. Обезличенные данные, собранные в процессе переписи, будут автоматически привязываться к цифровой карте России. Мне кажется, что если люди будут рассказывать о своих благоустройствах дома, то, возможно, в каких-то глубинках, где этих благоустройств нету, из федерального бюджета, возможно, направятся туда какие-то средства. И, возможно, эта перепись как-то повлияет на дальнейшую жизнь России в глубинках. Всероссийская перепись населения 2021 года станет 12-й в истории страны. Благодаря новым технологиям, её предварительные итоги появятся уже в январе, а к концу 2022 года будут известны полностью.